Управление госавтоинспекции активизирует работу по выявлению нарушителей правил дорожного движения, зафиксированных камерами фото- и видеофиксации. Как показывает статистика, фото- и видеофиксация остается наиболее действенной мерой выявления нарушений. Камера автоматической фиксации нарушений – это специализированный комплекс устройств, включающий в себя средства выявления фиксирования нарушений ПДД, а также отправки материалов для их рассмотрения в Центр автофиксации административных правонарушений. На республиканской трассе ПСО-Ингур на сегодняшний день у нас установлены камеры видеофотофиксации, 11 камер. То есть это те камеры, которые непосредственно снимают факт нарушения водителя, а именно скоростной режим повозки, 17-й, 1-й, 1-й, 2-й. У нас на сегодняшний день установлены на ПСО, Псенцхо, Холодная речка, Приморск, Ачадара и Синоп. Конечно, количества этих камер у нас недостаточно. Могу вам сказать, что до конца 2024 года общее количество камер будет где-то до 50 камер. Помимо тех камер, которые установлены, как я ранее говорил, у нас еще есть три поста ПСО, ПСО, Приморск и Мачадара. На этих постах установлены две камеры с двух сторон. То есть машины, которые подъезжают к этим постам, стоит у нас громкоговоритель, который выявляет и называет данную машину и данные номера. Сотрудник реагирует моментально на это сообщение. Машина останавливается. Если человек ранее не был предупрежден и постановление не было вручено, то ему вручают. Если данный водитель был уже уведомлен, то составляется административный протокол или он оплачивает штраф сразу на этих постах. Хочу почувствовать, что на данных постах стоят терминады, где он может сразу оплатить штраф. В 2023 году только половина штрафов, в которых отражены зафиксированные камерами правонарушения, дошли до нарушителей. Руководство ГАИ будет усиливать работу в этой области. За 2023 год камера фотодиграфиксации была зафиксирована до 15 тысяч постановлений. Из них было вручено и оплачено 7 тысяч 985 постановлений на сумму 5 миллионов 600 тысяч. С 1 января 2024 года по 22.07 по сегодняшний день было вручено, из 17 тысяч нарушений было вручено 14 тысяч постановлений на сумму 9 миллионов 900 тысяч. В разработке, в доработке находятся еще 19 тысяч постановлений, из них 14 мы уже можем вручать на той неделе. Система автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД часто подвергается критике из-за того, что ее изначальная цель – обеспечение безопасного дорожного движения – для многих не так очевидна, как очевидна финансовая составляющая в виде штрафов. Камеры, установленные на республиканской трассе, сейчас ориентированы на выявление нарушений скоростного режима. Оборудование фото- и видеофиксации, которое установят до конца текущего года, дополнительно сможет выявлять такие нарушения, как выезд на встречную полосу, пересечение сплошной линии разметки, запрещенные законодательно разговоры по телефону за рулем, отсутствие ремня безопасности. Отношение государства к комплексам автоматической фото-видеофиксации четко сформулировано в государственном проекте автофиксации ПДД, который сегодня является одним из наиболее приоритетных.